Здравствуйте! Сегодня будем разговор вести о ленточно-заточном станочке. Ну так говорится гриндер. Ну вот его приобрели. Вот он, значит, такой вид у него имеется. Приобрели его в интернете. Значит, вот пришел. Значит, здесь вот получается, видите, вот двигатель, вот сама лента, вот опорные ролики и столик. Ну вот еще здесь кнопка включения есть. Вот, пожалуй, еще. Да, в коробочке, значит, значит, с этим станочком шли ленты. Как раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, ленты достаточно много, в принципе, 10 штук, наверное. 10 штук. Но прежде чем его включать, запускать, смотреть, остановимся на его размерах. Потому что, как говорится, в интернете смотришь, вроде бы один вид приобрели, вроде бы другой. Ну вот получается, вот если взять, вот наглядно зажигалку, все мы знаем, вот я ставим зажигалку, видите, хотел коробку спичек, но нет, что-то не нашел. Вот видите, какой она. И по величине у нас получается. Сама лента, ну, там лента, в принципе, в характеристиках была, что сантиметр, но так она сантиметр и есть. А, значит, высота станка получается 15 сантиметров, ширина 10 сантиметров, значит, и глубина 13 сантиметров. Ну, вот такой станочек. Приобрели станочек. По стоимости я скажу, что прямо он не такой дешевый, не такой дешевый. Но вот он, станок, приходит, приходит, соответственно, без блока питания. Вот дополнительно еще пришлось вот такой блок питания к нему выписывать. 12 вольт на 5 ампер. Вот такой, значит, блок питания. Блок питания. Вот сейчас мы это все вместе соберем и включим и посмотрим, что из этого получится. Что получится, и сразу возникает вопрос. Для каких целей он будет нам нужен? Или вообще будет, как говорится, может быть и не нужен. Ну вот, запускаем. Ставим, запускаем. Ну, вот видите, вот он поехал. Вот он работает, как положительный момент, вот он работает, в принципе, бесшумно, а не очень шумно. Вот, что мы можем на этом станоке сделать? Ну, вот попытаемся. Здесь, конечно, все ближе к игрушечному. Вот, если опираться на стол, попробуем заточить нож. Мощность, я скажу, что не такая великая. Чуть-чуть прижимаем, он уже останавливается. Ну, вот что-то нож, что-то нож, оно значит, сверху попробуем. Оно даже, наверное, вот даже минуя стола, вот так будет поудобнее. Так, ну, нож, нож, будем говорить, что так. Нож можно заточить. И даже в данном случае, как говорится, ну, очень легкий, очень легкий, видите. Надо его как-то закрепить, чтобы прижимать его практически невозможно. Ну, вот нож. Нож можно заточить, когда он уже заточенный, будем так говорить, что. Так, попытаемся ножницы. Вот ножницы у нас такие садовые. Теплицы используем. Ну, попробуем. Надо его, видите, очень легкий. Чуть-чуть прижмешь, он начинает уже гулять. Ну, что-то, что-то, как-то. Короче, если его используют, надо здесь или струбцину какую-то ставить, или хотя бы каким-то саморезом его прикрепить. Очень легкий, очень легкий. Стол практически использовать невозможно, потому что расстояние маленькое, совсем маленькое. Так что... Ну, вот если взять такой рубанок детского приспособления, ну, это еще может быть, может быть, что-то. И даже, даже не как заточить, как поправить. Ну, пожалуй, выключаем. Выключаем. Ну, и вот параллельно этому, значит, получается вот такой, значит, шлифовальный становочек я покупал. Этим становочком я очень довольный. Очень хороший. А, я его не включил. Очень хороший. Достаточно много ему уже работаю. Безотказный, так говорят, что. Получается, что по цене, ну, допустим, вот эта дверь, получается дешевле, чем эта. Но, если есть желание, можно, конечно, его и так поставить, таким образом, пожалуйста. И использовать и типа гриндера. Можно сделать это. И при этом здесь уже на 220 двигатель. Здесь меняются обороты. Ну, можно подвести такой, значит, простой итог. Значит, кто захочет приобретать вот такую вещь, надо очень хорошо подумать, для каких целей вы сможете его использовать. Для каких целей. Ну, на сегодняшний момент, после того, как его приобрел, получил, значит, я так вот думаю, мое мнение, можно его использовать, возможно, использовать дома на кухне. Значит, в каком-то ящике положить, и чтоб лежал. Но на крайняк, чтобы, допустим, можно ножичек поправить. Или иголки потащить. Больше, я думаю, ни для чего. Он мне не пригодится. Как это говорится, из кружка умелые руки. Умелые руки. Ну, чтобы было. Чтобы было. Рекомендую вот такой станочек взять. И без проблем. И если будет желание, значит, сделать самодельное, может быть, побольше. Хотя там были и большие, но очень дорогие. Очень дорогие. Ну, думаю, что мы поставим его дома. Дома, и когда будет необходимо поточить ножи, значит, будем использовать. До свидания. До новых встреч. Как говорится, попрощались, но упустил такой момент. Ну, больше про этот станок, конечно. Вот в этом станке мне еще подкупило еще. Значит, очень быстро, хорошо, значит, можно поменять вот эту, значит, ленту заточную. Видите, вот раз, открыл, открыл, вот она. Вот она снимается. Вот она снимается. Самое главное, что в магазине они продаются. Продаются не так дорого, не так дорого. И вот этой лентой одной. Можешь работать, работать и работать. И потом, значит, значит, по зернистости, там тоже, соответственно, ленты разные бывают. Там покрупнее, поменьше. Но я вот в данном случае специально взял покрупнее. Для какие цели? Для того, чтобы там не надо, где-то маленько, значит, дожки обрабатывать, где-то там подшлифовать. И вот, видите, ну, вот даже попробовать, вот даже вот здесь, если показать. Ну, это чувствуется, что это машина. Ну, еще раз говорится, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...